Давайте окунемся во времена эпохи Возрождения, когда художники создавали свои величайшие шедевры с помощью древнейшей краски Темперы. Эта удивительная краска, вот уже более трех тысяч лет, является важным инструментом художников. Ее преимущества до сих пор остаются непревзойденными. Что же делает Темперу особенной? Она не только проста в использовании, но и обладает устойчивостью цвета, в которую с трудом могут превзойти и другие виды красок. В то время как картины, созданные маслом, становятся тусклыми, меняют свои оттенки, Темпера сохраняет яркость и насыщенность. Это позволяет художникам создавать многословные произведения с помощью тончайших лессировок, где каждый следующий слой остается четким и точным. Сегодня мы углубимся в изучении основных свойств Темперы, в том числе в разрезе техники актических просветок. Погрузимся в историю создания этой краски и раскроем весь ее потенциал. Темпера появилась более 3000 лет назад и существовала на протяжении многих веков, пока не была заменена масляными красками в 15 веке. В Византии, а потом Россия были основными центрами развития темперной живописи. В России она использовалась в иконописи, настенной живописи и народных промыслах. Яичная темпера была основным видом темперы, где в качестве связующего вещества использовался яичный желток. Изготовление темпера было особой наукой. Пигмент растирали в эмульсии из желтка и воды, иногда добавляли квас, уксус или вино для дополнительной структуры. Благодаря этому темпера получала свойство накладываться постепенно и многослойно, без формирования толстых слоев. После высыхания темпера становилась слегка светлее в тоне и придавал произведению матовость. Деревянные доски, загрунтованные слоем левка, сослужили основой для живописи. По завершении работы произведение покрывалось тонкой пленкой олифы или масляного лака, чтобы придать ему финишный блеск. Вторая половина XIX века ознаменовалась разочарованием традиционной масляной живописи. Это стало отправной точкой для поиска новых связующих веществ в красках. В этом контексте темпера, которая была забыт на протяжении некоторого времени, снова пробуждает интерес к себе. Однако старая техника уже не могла полностью удовлетворять потребности современных художников. И поэтому произошло существенное изменение. Темпера с натуральной эмульсией преобразалась в темперу с искусственной эмульсией. Обновленная и видоизмененная темпера быстро завоевала свою популярность и распространилась во всей Европе. Темпера открывает новые возможности и вдохновляет на творческие поиски, позволяя художникам выражать свою индивидуальность и воплощать видение в ярких и насыщенных работах. Кстати, расскажите, знали ли вы раньше что-то о темпере, возможно, использовали ее в своих работах или вовсе считали недостойной ваших произведений? Ответы пишите в комментариях. В технологии оптических просветов составами на основе темпера ведется около 80% всей работы. В основном она направлена на создание правильных светотеней и формирование новых оттенков. Также темпера играет ключевую роль в получении цветовых эффектов в топ. Оптические смеси, приготовленные на основе темперы, одновременно выполняют функцию локальной лисировки и красителя, что позволяет достигать гармоничных и глубоких оттенков. Результатом работы с оптическими смесями становится изображение, которое имеет объем, новые оттенки, ровный фон. С помощью топ и темпера мы получаем возможность создавать действительно выразительные и уникальные произведения. Если вам интересно узнать, как происходит комплексная работа над картиной в технологии оптических просветов живописи, тогда непременно воспользуйтесь нашим руководством, как создавать высококлассную живопись, которая влияет на разум и сердце зрителя. Здесь подробнее рассказывается об оптических смесях на основе темперы и о том, как научиться создавать высококлассные работы, как это делал, например, Леонардо да Винчи. Это действительно полезный и уникальный материал, который не имеет аналогов в мире. Поэтому, если вы готовы прикоснуться к опыту великих мастеров эпохи Возрождения, тогда рекомендую переходить по ссылке, которую я оставляю в описании. Итак, теперь давайте рассмотрим свойства темпера. Темперная живопись занимает лидирующую позицию в своем богатстве приемов и получаемых результатов. С ее помощью можно создавать как тонкие лессировки, так и насыщенное пастозное письмо. Большим преимуществом темпера является ее быстрое высыхание, что позволяет ускорить процесс работы. Кроме того, после полного высыхания темпера уже с трудом смывается водой и сохраняет свои первоначальные цвета в течение длительного времени, если ее, конечно, защитить лаком. Темперную живопись можно применять в любом жанре и использовать разнообразные типы подложек, такие как картон, бумага, холст, фанера, МДФ. Краска прекрасно сцепляется с различными поверхностями, обеспечивая хороший результат. Работая с темперой, можно экспериментировать с различными приемами и техниками, а также легко корректировать уже нарисованные участки. Темперная живопись предоставляет художнику широкие возможности для самовыражения и достижения желаемого результата. В сравнении с другими типами красок, разбавленная водой темпера обладает рядом преимуществ. Она позволяет создавать тонкие штрихи, исключительно точные и детализированные детали в своей работе. Вода в темпере повышает текучесть краски, в отличие от густого масла, что делает процесс нанесения более плавным и контролируемым. Темпера быстро высыхает, поскольку вода испаряется сразу же, что позволяет художнику быстро продолжать работу. Краска в темпере не подвержена негативным процессам высыхания и поэтому риск появления трещин на полотне минимален. В технологии оптических просветов, основанной на методике старых мастеров, для приготовления темперных смесей применяются следующие сочетания. Охра световая плюс белила создает более светлый краситель, предназначенный для работы в полутонах и на свету. Охра световая плюс еще больше кольца белила помогает работать на самых ярких местах объектов. Охра световая плюс черная краска применяется для создания теней. Такой подход позволяет художнику контролировать и воссоздавать различные цветовые эффекты и светотеневые переходы в изображении. Кстати, в механизме топку успешно сочетаются различные техники живописи, такие как масло, темпер, акварель, акрил. Это сочетание материалов помогает создать удивительное гармоничное и прекрасное изображение, без следов кисти и подбора красок на палитре. Ведь в нашей технологии мы используем положительные качества и нивелируем отрицательные. Например, акварель упадает простотой нанесения и прозрачностью, но не дает глубины и насыщенности цветов. А масло, наоборот, представляет собой густую субстанцию, которая помогает достичь насыщенности цвета и глубины, но при этом она достаточно долго сохнет. В нашей достаточно уникальной живописной технике большую часть работы мы выполняем с помощью темперных оптических смесей. Затем, на завершающем этапе, покрываем работу слоем масла, чтобы придать ей глубины и насыщенности. И дорабатываем нюансы с помощью масляных колеров. Темпера идеально сочетается с масляной живописью, поскольку мы наносим ее тончайшими и прозрачными слоями. Подробнее о технологии оптических просветов, которые базируются на технике старых мастеров, вы можете прочитать в руководстве, как создавать высококлассную живопись, которая влияет на разум и сердце зрителей. Доступные по ссылке указаны в описании к этому выпуску. Также в дополнение к сегодняшнему видео, предлагаю ознакомиться с материалом под названием «Темпера и волшебные свойства оптических смесей на ее основе». Уверен, что он станет хорошим дополнением к только что полученной информации. А я с вами прощаюсь. Увидимся в новом видео. Субтитры подогнал «Симон»